Я видел, что вы, допустим, просто даже элементарно, вы предлагаете какую-то работу, да, отметить пользователей, это до 15 человек вы можете отмечать пользователей уже при оформлении вашей странички, и это тоже только для рекламы, да, идет. И смотрите, что мне очень нравится в Инстаграм, то, что нет нигде, ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке, нигде нет такого, я, допустим, не замечала, я не знаю, может быть, есть такое. И поделиться, вот если вы, допустим, привяжете свои контакты, можете привязать через Инстаграм в эти контакты, указать, да, здесь свои данные, Фейсбук можете привязать сюда же, Твиттер можете также привязать, да. Для этого нужно просто аккаунты привязать к Инстаграму, и все. И что происходит, ребят, когда вы хотите, допустим, какое-то фото, что-то свое опубликовать, вы просто галочкой указываете в Контакты, просто указываете галочкой в Фейсбук, и просто указываете в Твиттер. И тем самым, вы представляете, ребята, трех зайцев сразу, это классно, вы не тратите время на то, что, допустим, отдельно размещаете фото или видео в Контакты, или в Фейсбук, просто размещая то же самое в Инстаграм, это все уже автоматом идет и в Фейсбук, и в Твиттер, и в Контакты. Так, здесь все понятно, ребят? Это автоматически, уже когда твои данные привязаны, ты просто галочкой ставишь, и он автоматом уже идет на те данные, которые твои указаны в Фейсбуке, ВКонтакте и в Твиттере, Айша. Понятно. Тогда поехали дальше. Ребят, вы знаете, наверное, что такое хэштег, да? Знаете? Если не знаете, ребят, честно говоря, я не знала, я тоже стала все это изучать, это не страшно, честное слово, не страшно. Продолжение следует... Куда-то я пропала. Так, все, продолжаем, все нормально. Так, все нормально, ребята, дальше. Так, смотрите, на чем мы остановились? Хэштег – это вот такой знак, который до того, как, вот, допустим, опубликовали вы фотографию. Вот смотрите, вы можете также, если вы хотите больше мамочек, допустим, на свою страничку, да, и вы мамочка в декрете. Вот, допустим, у вас вот такая идея, да, вы хотите, чтобы побольше мамочек через вашу страничку проходила, и делайте акцент больше на эту аудиторию. Тогда вы ставите хэштег «до», пишите, допустим, «малыш», «мой ребенок», и так далее. И все, кто, допустим, набирает только без пробелов, ребят, смотрите, без пробелов. Это как, получается, ключевое слово или фраза, перед которым ставится вот символ такой, который используется в публикации в соцсетях, да. В результате вот ваш пост становится доступен людям с такими же интересами, даже если он и не подписан на вас. Это значит, что, допустим, он набирает в интернете «малыш» и попадает на вашу страничку. Набирает «мой ребенок» или, допустим, «мая семья», «мой любимый» и так далее, и попадает на вашу страничку. Не обязательно там к этой теме привязывать. Вы можете все, что угодно, допустим, вписывать, то, что вам хочется, да, то, что вам интересно. Все слова вот пишутся без пробелов. Это очень важно, ребят. Лимит 30 хэштегов. Лучше всего писать даже меньше. Не обязательно по теме, можно и менять их. И, ребят, еще смотрите, еще один момент. Так, видно, слышно меня, ребят? Видно, слышно, да? Так, а дальше тогда пойдем, если другим видно. Теперь смотрите, ребят, еще один такой момент. Если, допустим, вы на своей страничке в Инстаграме, допустим, вводите какое-то слово. Не просто там записали слово «малыш», а посмотрите, там она обычно выдает варианты. И выдает в каком количестве. Допустим, 2000 и сколько-то, сколько-то в количестве ищут, именно переходят по этому ключевому слову. Указывайте именно это. Не просто там, допустим, вы вписали и все, да? Есть такие моменты, нюансы, которые нам очень помогут для нашей работы. Допустим, оформление аккаунта. Об этом я уже, да, говорила. Вы уже смотрите, как вы хотите, допустим, указать. Допустим, успешная мамочка в декрете, предлагаю работу в декретном отпуске, в Инстаграме, допустим, без вложения, доход от 1000 долларов и выше. Пишите, допустим, в WhatsApp или в Директ пишите. И там уже обязательно, когда вы оформляете свой аккаунт, обязательно укажите, ребят, почту. Почту тоже укажите, она тоже нам нужна, можете указать там, одним словом, когда вы будете. И, кстати, еще что, веб-сайт. Если у вас есть сайт или сайт нашего Reflame, но если у вас есть свой сайт, укажите ссылку на сайт, да? И немножечко о себе опишите, расскажите немножечко о себе, что вы за человек, какой вы человек, позитивный, интересный. Там какое-то свое хобби можете описать, да? Чтобы человек, смотря, изучая вас, ему интересно было немножечко о вас узнать, да? Так, есть вопросы, ребят? Здесь все понятно? Выход из аккаунта, прокручивайте самый вниз, там уже, если, допустим, вы хотите выйти с аккаунта, да? Связать аккаунт также можно и ВКонтакте. Есть большая часть людей, которые работают очень в ВКонтакте, большая часть, которая работает ВКонтакте. Вот, нажимайте на три точечки, там уже вам выходит, допустим, то, что вы хотите. Второе, это, допустим, идут настройки, связанные с аккаунтом. Выбирайте, если вы выбираете, допустим, именно ВКонтакте, ребят, если вы выбираете именно в соцсети ВКонтакте, если вы, допустим, что-то другое, в Фейсбук или что-то выбираете, уже делайте на это акцент. Вводим логин и пароль ВКонтакте. При публикации фотографии выбираем, если именно, опять-таки, ВКонтакте, если вы делаете акцент, да? Смотрите, если, допустим, вы при регистрации или оформлении странички просит ввести номер, если просит ввести номер, вводите, можно на 10 страничках тоже ввести свой номер. Или, допустим, есть такие сайты, через которые можно купить номер. Купить номер, вот специальный сервер, есть такой сервис, да, смс.нет такой, допустим, инстаграм 6 рублей, или simsms.org, есть такой, sms.sim.com, есть sms.reg, я больше пользовалась sms.reg.com. Ну, за определенную плату, да, рублей 6, 7, 10, в зависимости от того, где вы, допустим, приобретаете, если вы не хотите свой номер указывать. Точно так же я, допустим, через Одноклассники тоже делала. Ребята, вы же только один раз можете указать свой номер телефона, и, допустим, вы хотите 5-6 страничек создать, и вы регистрируетесь через этот сайт, и вам выдается номер. Там тоже ничего трудного нет, просто нужно немножечко изучить, или в Ютубе можете ввести просто, как, допустим, зарегистрируется смс.reg, и как он выдает номер. Вот возможные способы рекрутирования. Какие? Вот подписка, лайки. Подписка, это значит, ребят, вы просто подписывайтесь на тех людей в поиске, вот как я вам показывала в поиске, или вбиваете кого-то, да, подписывайтесь, лайкаете, ставите больше лайк, сменных хэштегов и бизнес-картинки. Да, бизнес-картинки, дальше уже скажу немножко о бизнес-картинках. И вот, допустим, о подписке. На кого вы подписываетесь? Сами смотрите. Допустим, там разные можно сообщества выбрать, рецепты, там, мамочки и так далее. Смотря, опять-таки, или работа. Я не знаю, что вы выберете, да, там, сладости, приготовления и так далее. Вот, посмотрите, там, кулинария, много всего интересного, да, вы можете подписываться. И, кстати, фишка такая, да, подписывайтесь не на подписчиков сообщества, а именно на тех людей, кто ставит лайк. Ребят, вот последний смотрите, вот, допустим, фотографию открываете, и там видно, вот, вы можете посмотреть на тот человек, который лайкает, да. Это человек, который, ну, активный. Это значит, на этого человека вы переходите, на него подписываетесь, и также можете и лайк человеку поставить. Так, вот они лайки, уже выбирайте, смотрите, переходите, ставите лайки. Там тоже есть определенное количество действий, которые можно делать в течение суток. Вот об этом мы уже сказали. То, что фишка такая, что подписываемся, не подписываемся на подписчиков сообщества, только на тех, кто ставит лайки, да. Бизнес-картинки. Давайте посмотрим, допустим, какие бизнес-картинки мы делаем, да. Размещаем бизнес-картинку, в описании пишем предложение, плюс призыв. Пример. Предложение, допустим, какое? Есть работа в Инстаграме, не выходя из дома, при занятости от двух часов в день, заработок от тысячи долларов и выше. Обучаем бесплатно. Ребят, это уже от вас зависит, что вы будете писать, да, к чему вы человека будете призывать, что вы от человека хотите. Призыв пишите, допустим, на mail, на почту пишите, вышли там подробности, поставьте, допустим, плюсик в комментариях, вышли подробности, запрос о работе ВКонтакте, ссылка в профиле, направляете человека, да, на что, куда вы человека направляете, что вы от человека хотите. Можно также отметить людей на картинке, тогда они увидят это уже у себя в аккаунте. Отмечайте определенное количество людей через картинки, и они у себя на аккаунте это уже видят, и видят, что это вы, на вашу картинку попадает. Аминька. Аминька. Так, смотрите, ребят, вот такие картинки делаете, работа в соцсетях. Опять-таки, импровизируйте, смотрите разных картинок, очень много в интернете, можно это через фотоколлаж дописывать, делать, работа в соцсетях, подходит для мамочек в декретном отпуске, без рисков, без продаж, обучение бесплатное, кому интересно, ставим плюсики. Допустим, люди в соцсетях, вот, допустим, возможно, в соцсетях без продаж, без финансовых вложений, да, без рисков, без обманов, легально, обучаем бесплатно, требования, доступ к интернету, желание зарабатывать, и так далее. Вот эти картинки с интернета, я взяла, их можно переделывать, их можно делать, допустим, так, как вам интересно, как вы хотите. Там уже импровизируйте, ребят, я очень много картинок разных делаю, даже на телефоне можно это делать. Сейчас объясню, Айша. Это можно даже через фотоколлаж в интернете, это все прям через телефон делать можно. Импровизируйте просто, ребят, способ. Вот бизнес-картинки, да, создание ажиотажа, прокачка или статуса, допустим, плюсиками, чем больше плюсиков, вы знаете, так же и в Одноклассниках, так же здесь, чем больше ажиотаж вы создаете, тем больше людей к вам притягиваются, да. Директ – это способ прямого общения. И здесь, вот, допустим, он является аналогом личных сообщений и чатов. Вы можете пригласить в него до 15 человек. Вот, Айша как раз до твоего вопроса дошла, которые могут быть даже не подписаны на вас. Ребят, при использовании директа вы можете писать текст, отправлять фото, видео. Там очень удобно. Только смотрите, ребят, ссылки там не кликабельные. Ссылки можете не отправлять, они не работают. Вот сколько я пыталась, допустим, ссылку я вначале не понимала, они просто не кликабельные. И вот привязывайте, можете просто галочкой отмечать, 15 человек отмечайте, и можете все разом, вот, допустим, то, что вы хотите скинуть, вот, допустим, ролик, скидывайте ролик и текст к нему привязывайте. Или, допустим, фотографию и текст к нему привязывайте, да. Очень удобно, вот таким образом, по 15 человек, группу в группу создавать и делать рекламу. Так, отвечаем, кто поставил, допустим, плюсик. Если поставил плюсик, то отвечаем через директ. Вот он идет, смотрите, ребят, в Инстаграме он идет в правом верхнем углу, если, допустим, вот, вот, как коробочка такая, да, идет, нажимаем на значок, и там вы уже можете через него писать. Очень удобно, кстати, заходите просто на профиль человека и через него пишите сообщение человеку. Так, выбираем, что, кому вы, допустим, хотите отправить. Кому хотите отправить и отправить фото или видео. Фото или видео и отправляйте сообщение. А вот оно уже, вы ставите, допустим, лайки, если, допустим, написали следом, можете лайк поставить. Или смотрите, ребят, если вы именно кого-то выбираете, пишите, вот, допустим, ник этого человека и пишите ему самому. Или, допустим, если вы создаете, допустим, 15 человек, вы выбираете галочкой, галочкой, видите, да, ребят? Каждого напротив ставите галочкой и создаете сообщество. Именно вот этих 15 человек выбираете, а потом там уже пишите им. Пишем подробно уже все то, что вы хотите написать. На что, допустим, а что вы хотите от этого человека, да? И вот список ограничен, лимитов именно в Инстаграме. Вот смотрите, ребят, за 1 час 60 минут с одного аккаунта нельзя отправлять, вот, есть определенное количество действий, которые вы можете делать. Вот оставляйте, больше не оставляйте. Допустим, оставить можно 50 комментариев, можно уменьшить, да? Оставляйте больше 150 лайков, можно и больше. Но есть опасность блокировки. Лучше меньше делать, да? Ну, чем подсчитывать, я считаю, что лучше меньше делать. Подписываться и отписываться больше, опять-таки, чем 150 людей в сумме. Вот почему, допустим, мы подписываемся и отписываемся? Вот это тоже, вот смотрите, максимальное количество подписок, официальное количество подписок 7500. Но на некоторых аккаунтах, на некоторых аккаунтах только 6000. Одно время я думаю, подписываюсь, подписываюсь, думаю, почему-то у меня вот достигло 7500, и подписок дальше не идет. Опять-таки, стала изучать это, уже поняла для себя, что больше 7500 подписок невозможно. Значит, что нужно делать? Нужно от этих, от других отписаться, и уже вам дается возможность опять подписываться, лайки ставить и так далее. При достижении вот этого количества уже не получается. И вот это то, что в течение суток можно сделать на 150 человек в сумме, за сутки с одного аккаунта можно подписаться. Тысячи человек, это максимум. Так, вопросов нет, да, ребят? Вот, смотрите, давайте разберем вот некоторые, вот какие проблемы могут, допустим, возникнуть у нас. Так, Патя, какие, подождите, ребята, подождите, какие картинки в статусах надо писать и ставить фонда в Инстаграм, чтобы заинтересовать людей. Опять-таки, Патя, смотри, на что ты их приглашаешь. Если ты хочешь, допустим, в бизнесе заинтересовать, вот то, что, допустим, приблизительно, я до показывала слайд, и просто пишешь возможность в Интернет дополнительного дохода, 2-3 часа занятости, выход в Интернет и так далее. Ты просто пишешь, интересен дополнительный доход или доход для мамочек в декрете, смотря на что, да, что тебе больше вот интересно, какую аудиторию ты для себя выбираешь. Возможные проблемы, не подписывается аккаунт, вот об этом мы говорили, вот это происходит в большей части, зачастую, если, допустим, превышен лимит, да, это 7500, аккаунт на некоторое время, можно просто выйти из аккаунта и повторить попытку, да, позже. Вот капча. Чем больше подписок, тем чаще может появляться капча. Что такое капча? Это когда, допустим, Интернет проверяет вас, ребят, смотрит, вы вообще живой человек, или вы просто, может быть, вы просто как на проверку, вы просто вводите код, вас просят ввести какой-то определенный код, да, или, может быть, вы робот, это идет проверка, вводите номер телефона или смс, то, что вас просят, появляется вследствие нарушения лимитов и активности, да, вот с этим нужно быть очень аккуратными. И может быть такое, что может страничку еще заморозить. Если вы, допустим, превышаете определенные лимиты действий, сайт может заморозиться, ваш аккаунт или определенные действия в нем на некоторое время. Это тоже не страшно, через 4-6 часов, у меня тоже было такое, вы просто выходите, оставляете на некоторое время, можете через 6 часов, можете на следующий день, просто заходите на вашу страничку опять, и можете дальше продолжать свою работу. Если забанили аккаунт, бан может получиться неожиданно, но и, может быть, навсегда, чаще всего непонятно, почему, ребята, в большей части это за то, что мы, допустим, от тех правил, которые есть в Инстаграм, также вы знаете, что сейчас очень жестко в одноклассниках, да, просто очень тяжело, невозможно что-то делать, там в большей части уже вы только раскручиваете свой бренд, да. А если забанили, так уже просто делаем новый аккаунт, просто не хочется это делать, когда у вас есть уже очень много подписчиков на вас, когда у вас уже очень много знакомых, естественно, этого не хочется делать, не хочется терять, тогда нужно просто придерживаться, наверное, правил, которые нам говорят, да. Вот создаем минимум 4-6 рабочих аккаунтов. Если, ребята, вы работаете через Инстаграм, тогда создаете и работаем, да. Подписываемся, лайкаем, добавляем фото каждый день по одной, по две штуки. Высылаем предложение, именно предложение на бизнес, или, я не знаю, предложение, может быть, пользоваться продуктом, на что вы больше акцент делаете. Или собираем регистрации, конечно, делаем это каждый день. Только система, система, система нам дает результаты. Они приведут обязательно нас к результатам. Так, здесь есть у вас вопросы, ребят? Спасибо, ребята, спасибо. Ребят, смотрите, то, что в плане Инстаграм, я все уже тему раскрыла. Если у вас есть вопросы, задавайте. Спасибо и вам, ребят. Смотрите, ребят, еще то, что в Инстаграме я сама, вот, каждый день обязательно, любые моменты вы можете, но вы знаете, что ролики там идут очень маленькие, да. Буквально, наверное, на секунды, если я не ошибаюсь, на 10 секунд, да, ребят, или больше. Ролики записывайте, краткие такие, небольшие, и закидывайте. Но мне кажется, даже на ролики больше спроса идет. Если есть вопросы, задавайте. На 15 секунд даже, да. Вот у меня был 15-секундный ролик, я его закидывала, просто и то мне пришлось его немного срезать. Нет, не говорю, не говорю, Ляна, я не говорю, что приглашаю в Арифлейм, нет, я вначале приглашаю на бренд, я вначале приглашаю на нашу организацию, приглашаю на наш бренд Империя Роста. Я уже в первую очередь продаю наш бренд, потом я говорю, что это большей части работа в интернете, что у нас интернет-магазины, что мы пользуемся такими же продуктами, что вопрос, да, чем вы пользуетесь. Вы пользуетесь, допустим, гигиеной, декоративкой, естественно, любой человек говорит, да, мы тоже пользуемся, нам компания дает возможность пользоваться со скидкой и так далее. Если вы хотите человека через продукт пригласить, вы начинайте с этого. Если вы хотите человека сразу в бизнес пригласить, тогда вы человека прямо и спрашиваете, ребят, тебе интересен дополнительный доход? Да, тогда давай, пожалуйста, есть возможность зарабатывать в интернете. И уже смотря, что вы человеку предлагаете. Дословно, Айша, ты знаешь, это у меня шаблонов нет, я шаблонами вообще не работаю, я не могу с этими шаблонами работать, и вообще эти шаблоны их банят, когда ты постоянно одно и то же скидываешь. У меня, знаешь, просто знакомство с человеком идет, я просто знакомлюсь, я представляю, знакомлюсь и делаю предложение человеку. Например, меня зовут Хадижа, приятно познакомиться, и скажи, пожалуйста, вот просто знакомлюсь, говорю, я живу, допустим, в городе Махачкале, у меня трое детей. Ты знаешь, на сегодняшний день, если ты слышала, есть такая возможность дохода в интернет, ты слышала что-нибудь об этом? И есть возможность, очень хорошо зарабатывая, если 2-3 часа в день не работать. Вот таким образом нужно просто знакомиться. Ребята, они такие же люди, вот представьте, когда вы, допустим, вживую знакомитесь с человеком, вы даете, вот что вы делаете, вы, конечно, в начале человека надо расположить, да, скиньте ролик свой, скиньте, допустим, фотографии свои и сделайте предложение человеку, дайте ссылку на свой сайт или блог, что у вас есть, или в YouTube скиньте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.